Всем привет! Это канал Canada Cars, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс. Сегодня мы делаем презентацию рестайлинговой Acura MDX Elite Package. Самая-самая дорогая комплектация, которая только вообще бывает в природе, в Канаде. Машина с двумя ключами, без единого ДТП, один собственник, в родной краске, под ключ со всеми расходами, за воротами порта Одесса, растаможенная. Эта машина будет стоить всего лишь 36 900 долларов США. Учтите, что при сегодняшнем подорожании цен это вообще ничего. И найти за такие деньги машину подобную нереально. То есть черная на черном, семиместная, со всеми-всеми наворотами. Никогда ни в каких ДТП не было. Это очень важно, кстати. Украина чемпион по использованию аварийных автомобилей с аукционов США. К сожалению, самые опасные машины циркулируют, ездят, управляются только по Украине. Самые-самые-самые, как говорится, мусорка вот этих всех, Капарт, Impact Auto, ай-яй-яй, все вот стекается туда. Ну, в том числе, конечно, уже переклепанные машины в Грузии, в Литве попадают в Украину. Вы на этом ездите. Конечно, это небезопасно для вас. Мы вам предлагаем целый автомобиль. Вот такая вот красавица, Elite Package. Самая дорогая комплектация, в обалденном состоянии. Я вам сейчас ее покажу. Итак, друзья, она стоит заведенная. Вот обратите внимание, у нее, наверное, я вначале хотел бы акцентировать внимание по ее внешнему виду. То есть это рестайлинговая версия, которая начала производиться с 2017 года. То есть вот ее два ключа. Машина имеет автоматическую заводку прямо с кнопочки, видите, Engine Hold. То есть вот вы держите эту кнопочку, Engine, и она заводится автоматически, 15 минут работает, прогревается. То есть это пакет северных опций, именно арктическая комплектация. Прогревается она за 15 минут, включается на максимум климат-контроль на прогрев, включается на максимум подогрев руля, на максимум подогрев сидения. То есть вы реально, когда через 15 минут, даже при минус 25, минус 30 садитесь в такую машину после прогрева, в ней жарко. Итак, смотрите, на что я хотел бы обратить внимание. У этой версии противотуманки, то есть это ледовские противотуманки, они очень редкие. Значит, эта машина имеет фары, тоже ледовские, видите, 5 вот этих вот ледовских, скажем так, вот этих лампочек, да. Значит, и на что бы я хотел обратить внимание, что именно вот эта версия машины, они поменяли вот с 14 года по 17 год. Шли одни фары по цветопередаче, да. Здесь сделали совсем другие фары по цветопередаче, они, скажем так, и фиолетовый, и желтенький цвет дают. То есть такой цвет, что, в принципе, даже в дождливую погоду очень хорошо вот это вот пятно бьет на асфальт, и все-все очень хорошо видно. Значит, у машины 360 градусов обзора, то есть камера спереди, вот эта вот решетка огромная с огромнейшим значком, значит, ну совсем другие бампера, у нее 20-е диски, посмотрите на эти крутейшие диски, резина практически новая, в зеркалах у нее камеры тоже, видите, то есть у нее обзор 360, у нее получается, да, вот что я хотел сказать, у нее активный круиз-контроль и дистроник, то есть парктроники спереди, парктроники сзади, но у нее есть дистроник, то есть она сама держит дистанцию. И самое интересное, что вот именно на аккурах MDX, вот это вот lane assist не просто вибрирует в руль, когда вы покидаете, допустим, полосу, уходите без поворота, поворачиваете, да, у нее, она сама держит полосу, то есть вы можете отпустить руль, и она сама будет подруливать и придерживать полосу, то есть даже если вы пишете, конечно, нежелательно это делать, но если вы пишете смс какой-то за рулем, то вы можете отпустить чуть-чуть руль, и она будет подруливать сама, заходить в повороты, то есть обалденная классная функция, просто шикарнейшая, она работает очень четко, проверена лично, то есть я ездил на таких машинах, я знаю, как это работает, работает очень круто. Значит, у нее брызговички абсолютно на всех колесах, на всех арках получается, вот смотрите, спереди и сзади. Колеса у нее 20, я вам сейчас скажу даже размер, то есть у нее резина Firestone 245-50 R20, видите, то есть резина всесезонка, она сейчас стоит заведенная. У нее заводская пленка, видите, вот наклеена две пленочки, здесь двойной получается, вот, обратите внимание, здесь двойная пленка, здесь одинарная, то есть первый слой был, второй слой, то есть это дилером клеится эта пленка для того, чтобы с колами не повредился капот, то есть это заводская пленка, у нее умыватель фар, значит, зеркала складываются у нее автоматически, когда вы машину закрываете, у нее бесключевой доступ от каждой двери, вот эта вот пимпочка, кнопочка, нажимаете, закрывается все, вот эта вот получается подножка декоративная, тоже очень эффектно смотрится, это только на этой версии с 17-го года, вот она имеется. Потом на крыше есть рейлинги, вот эти перекладины для тули, можете поставить, что-то перевозить на дальнее расстояние, когда едете отдыхать, тоже классная тема. Панорамный люк, то есть я сейчас прохожусь по наружке, чтобы вы видели, что у нее имеется. Машина полноприводная, SH-AVD, то есть это синхронный у нее получается, асинхронный полный привод, то есть очень крутой полный привод считается у этой машины. Значит, вот камера заднего вида, тоже можете глянуть, что это такое. У нее, кстати, особенность, видите, получается глушители, вот такие они продолговатые, здесь идут никеляшечки, именно на этой версии. Потом, давайте я хотел бы обратить внимание еще раз на свет, давайте я включу аварийку, покажу вам. Секундочку. И потом открою, и давайте открою капот, покажу вам мотор. Значит, у этой версии, вот вы себе обратите внимание, фары, вот эти поворотники, да, они светодиодные, да, то есть вы видите, как они моргают, это светодиодные поворотники. На предыдущей версии сам headlight, свет, сами лампы были светодиодные, но поворотники были просто лампочкой. Здесь уже сделали полностью светодиодные, то есть тоже очень влияет и на безопасность, ну и, скажем так, это круто. Вот все вот эти, скажем так, вот системы, видите, камеры, это все относится к дистронику, да, то есть и, соответственно, датчики дождя, все-все-все это есть у этой машины. Так, ну вот, смотрите, вот он двигатель. Двигатель 3.5 у нее. Да, кстати, хочу обратить внимание, что Acura, вот единственная вещь, мне не нравится на Acura, то, что капот открывается не как у немцев, а открывается он как-то очень низко, да, то есть при моем росте, допустим, метра 93, я ударяюсь лбом в этот капот, вот сюда, да, а здесь еще больше, скажем так. Но, наверное, это такой тонкий намек на, как говорится, жирные обстоятельства, то, что эта машина не ломается. Капот нефиг открывать, не надо сюда лазить. Вам надо открыть капот только для того, чтобы залить сюда вот эту вот жидкость для омывателя стекла и для фар, да, вот то, что вот она омывает фары. Двигатель 3.5, это абсолютно неубиваемый мотор. Это миллионники моторы. Нету никакой турбины у них, то есть это... То есть моторы сами по себе очень экономичные. Значит, получается, что мы делали по этой машине в автосалоне, мы поменяли все свечи, то есть все свечи новые стоят, оригинальные, мы только оригинал ставим, масло моторное новое, фильтр, фильтра все новые, ну, собственно говоря, вот сели и поехали, без никаких, скажем так, заморочек. Моторчик просто шелестит, вы слышите, да, как вот он работает. Шикарно просто. Ну вот, собственно говоря, секундочку, я закрою еще раз. Вот такая лапочка, поворотники дублируются в зеркалах, ну, и задние в фонарях вот так они сделали. Оно моргает, но почему-то они поставили сзади лампочку, не светодиоды, я не знаю почему. Так, ну что, давайте я вам продемонстрирую, как, собственно говоря, работает... Давайте я выключу свет, или авто поставлю. Заглушу машину. Видите, когда ее глушишь, отодвигается сидение, поднимается руль. Но, вот, смотрите, закрывается она автоматически, зеркала складываются, видите. То есть, машина сейчас закрыта, ключи у меня в кармане. Видите, когда я заглушил, габарит еще остается какое-то время включен, и потом гасится. Это все, видите, погасилось. Теперь я хотел бы продемонстрировать, как работает вот этот вот, собственно говоря, запуск мотора. То есть, надо нажать кнопку закрыть двери. Видно вам, нет? Закрыть двери, а потом нажать вот эту кнопку, и она заводит машину. Подождите, секундочку. А, вот. Закроем дверь еще раз, и жмем на эту кнопочку, и держим. Все, она завелась. То есть, технология понятна, да? Чтобы ее завести, комбинация кнопок следующих. То есть, вы нажимаете на вот эту закрывание дверей. Вот она получается, да? Закрывание дверей, потом engine hold. Вот, и машина заводится. То есть, вы нажимаете вот этот hold и держите, по-моему, там 10 или 15 секунд. Вы видели сами. Вначале вот эту нажали, потом эту. Загорелась желтая лампочка, потом зеленая. И машина завелась. То есть, сейчас она работает. Она работает, прогревается или охлаждается салон. Это зависимости... Тут, кстати, интуитивный климат-контроль. Это в зависимости от времени года. Если охлаждается салон, то включается одновременно вентиляция передних сидений. Переднего водительского сидений. Не всех сидений. У нее есть и вентиляция, и подогрев. Если зимний период времени, то она получается, что прогревает весь салон. Так, ну попробуем ее сейчас заглушить. Вам слышно, как работает мотор? Все, я ее заглушил. Ну вот, собственно говоря, давайте имитируем то, что мы к ней подходим сейчас. Вот у нее открывается. Видите, зеркала сразу открываются. Вот, добро пожаловать, как говорится, в этот шаттл. Ну что, давайте я его заведу сейчас и будем смотреть ее опции. Какая... Насколько эта машина навороченная, какие она опции имеет. Итак, давайте мы, наверное, начнем с презентации водительской двери. Во-первых, обратите внимание, что вот дерево это, да, это натуральное дерево. Это не какой-то фейк, не какая-то лабуда. Натуральное дерево. Причем... Так, смотрите, вот, что очень важно. То, что дерево натуральное, это настоящий металл. Видите? Вот это все мягкое, даже качественнее, чем у какой-то там BMW немецкой машины. Значит, здесь, видите, датчик, угол мертвых зон. То есть он, в принципе, если вы перестраиваетесь с ряда в ряд, он и пикает, и моргает. Вы его увидите точно. Все стекла, все окна спускаются, поднимаются автоматически. Центральный замок, складывание зеркал, ну и регулировочка зеркал тоже электрической. Смотрите, на что хотел обратить внимание. Вот если вы эту пимпочку переключаете влево, есть средняя позиция, и вправо, видите? Так вот, если вы в средней позиции ставите, когда включаете заднюю скорость, зеркала не спускаются. Если вы ставите в правую или в левую, будет опускаться то зеркало, когда включаете заднюю скорость, на которую сторону вы поставили, значит, где вы остановились, окей? То есть все зеркала с автодиммером. Видите, вот этот кантик такой, они тонируются, если вас кто-то ослепляет, все зеркала тонируются, да? То есть автоматически будут затонированы. Память на двух водителей. То есть настройка руля, сидений, всех абсолютно, скажем так, атрибутов, зеркал, все это на двух водителей рассчитано. Здесь кнопочка для открывания багажника и топливного бака. Так, ну идем дальше. Значит, здесь, вот смотрите, к вас встречает такая вот подножка с крутой надписью Acura. Тоже очень хорошая тема. Машина, вот обратите внимание, вот видно вам, чисто 17-го года, пятый месяц. Дальше. Здесь все регулировочки связаны с сидением, с подкачкой спины, вот здесь для подкачки спины, ну и вверх-вниз, вперед-назад. Кожа, вы обратите внимание, просто супер шикарная. Это вообще вот именно на Acura неубиваемая кожа. Что-то с ней сделать просто невозможно. И вот эти вот очень стильные белые полоски. То есть темная кожа, белые полоски. Вот здесь, здесь, вот тут, здесь. Коврик у нее оригинальный MDX. Резиновый. Здесь регулировочка, давайте я закрою двери. Здесь регулировочка, видите, руля, то есть по вылету рулевой колонки, по наклону, да. Здесь у нее куча-куча-куча всяких фишек. Электронный ручник у нее, во-первых, да. Значит, ставится, снимается с ручника электронно. Омыватель фар, вот вы видите, вот он. Потом парктроник можно отключить вообще. Он спереди, сзади находится, то есть можно включить. Получается вот эта вот фишка, то, что предупреждает вас, что вы там покидаете линию. Ну, скажем так, вот эта вот тема. Вот это вот, да. Оно связано, взаимосвязано. Вот это и вот это. Ее можно отключить, в принципе, да. То, что вот у вас предупреждение, что вы без поворотника включаете, покидаете полосу. Дальше. Ну, вот подогрев лобового стекла тоже. Вот он имеется, кстати. Для тех, у кого холодный климат, где бы вы не жили, в какой стране, это Акура оснащена максимально, скажем так, пакетом северных таких опций, арктических опций, да. Поэтому, я думаю, ну, скажем так, вам это будет, наверное, очень-очень-очень полезно, да. Потому что, скажем так, секундочку, я вот, давайте поставлю так руль, не руль, а камеру. Допустим, есть подогрев руля, видите, есть подогрев передних и задних сидений. Значит, причем подогрев, вообще климат-контроль здесь интуитивный. Вот, допустим, сейчас в салоне чуть-чуть тепло, видите, ей показалось, что машине показалось, вообще компьютеру, что здесь больше 21 градуса в салоне. Да, вот я сейчас выставил 21 градус. И он взял, включил вентиляцию сидений, видите, то есть, когда дойдет все, скажем так, температура до кондиции, до нормы, она выключит эту вентиляцию полностью, сама отключает, все полностью сама отключает. Либо подогрев, либо вентиляция. Машина сама определяет, что вам нужно включить. Так. Окей, давайте дальше по кнопочкам пройдем. Подогрев руля жарит руль очень конкретно, сразу вам говорю. Вот эта кнопочка, вот смотрите, вот если ее нажимаешь, вот я вам про нее рассказывал. То есть, вот, вот я нажимаю, видите, появились линии такие, видите, вот я сейчас убираю их, ставлю. Так вот, вот эти линии, это и есть, скажем так, lane departure, assist, вот этот lane departure. То есть, это фактически машина сама рулит по магистрали, если там нарисованы на дороге полосы. Да, то есть, если есть полосы, она будет сама подруливать. То есть, вы можете полностью от руль, от руля, скажем так, убрать руки, и она будет сама подруливать. То есть, очень интересная тема, то есть, очень интересная технология. Эта кнопочка, она, в принципе, активирует активный круиз-контроль. Вот я включаю, нажал ее, видите, можно поменять дистанцию перед, перед идущей машиной, для, вот скажем так, дистанцию для радара. И вот, собственно говоря, можно сделать, ну, примерно, скажем так, вот это самое максимально, а где-то метров, по-моему, 300, да. Потом там 250, потом меньше. Ну, в общем, то есть, вы регулируете, как вам удобнее, да. Аптитронная подсветка, очень крутейшая. Машина суперэкономичная. У нее коробка скоростей. Это уже нового типа коробка скоростей, девятиступенчатая. То есть, ребята, она очень-очень экономичная. Если вы едете, там, допустим, 150 км в час, у нее обороты будут не больше, чем 1200 оборотов в минуту. То есть, это круто, это очень мало ест. Видите, вот машина, мы же не ездим на ней, вот она стоит, 10,7 литров, вот показано, потребляет. Это ничего для такой коробушки, 3,5 мотор, просто ничего. Все, вот смотрите, данные, все показатели в метрических единицах. Видите, то есть, 21 градус в Цельсиях, километрах, все, литров сколько потребляет на 100 километров, видите. Это не американка, это именно для Канады, канадская Acura MDX. То есть, все в километрах, вот 260 км в час, но дублируется мелким, вот мили, видите, если кому-то надо. Вот, допустим, канадцы часто в США ездят, да, и наоборот, американцы в Канаду. Но вот, пожалуйста, вы можете видеть, собственно говоря, скорость вашу еще и в милях, она дублируется, да. Ладно, смотрите, здесь все, что связано, в принципе, с настройкой, там, всего-то, Bluetooth и так далее, телефон. Здесь, ну, тоже с музыкой, все такое, да, там, короче, в общем, громкость музыки здесь регулируется, но вот это барашки. Очень тоже, кстати, удобно. Дальше, вот смотрите, у машины есть противотуманки, то есть, ну, вот ее родные противотуманки, вот их можно отключить, можно включить. Вот смотрите, я сейчас попробую вам что-то приблизить, видите, вот я сейчас, видите, отключаю, ну, вон видно их, отключаю, включаю, видите. Потом, кстати, вот здесь есть, вот видите, информатор такой, скажем так, необходимости срочно затормозить, у нее есть break assist, то есть, она и сама тормозит, если видит какое-то препятствие, да, ну, то есть, экстренное торможение, у нее есть автоматическое. Так как коробка скорости девятиступенчатая, вам будет, просто в кайф этой машине управлять реально, и у нее на руле есть лепестки, видите, вот лепестки для переключения скоростей, коробка девятиступка, просто обалдеть, суперэкономичная машина. Значит, здесь датчик дождя, вы можете регулировать этим бубликом, видите, этим бубликом можете регулировать интенсивность работы дворников. Значит, ну, кнопка запуска мотора, понятно, коробка скоростей, как вам сказать, необычная, честно говоря, то есть, вот она нового типа, вот получается, нет вообще никакого рычага, вот кнопочкой, вот, допустим, драйв, да, ставить, оп, драйв, поехали, видите, она зеленым загорелась, вот, паркинг ставите, или нейтраль, видите, поставить можно, либо заднюю скорость, вот так, вот видите, ба-бам, включается вам сразу камера заднего вида, видите, у нее круговой обзор, surround, вот, либо поставить опять паркинг, то есть, можно поменять разный динамик мод, то есть, поставить можно, вот если вот меняете, вот видите, смотрите, тут можно поставить, вот, смотрите, комфорт, нормал, спорт, то есть, можно поставить комфорт, она при этом комфорте ест очень мало топлива, при нормал, она резвее немножко, при спорте, у нее получается руль, более жестко крутится, да, то есть, вы входите в поворот, и лучше чувствуете, как эта машина себя ведет, именно на поворотах, он тяжелее вращается, ну, видите, он красным, уже горит лампочка, вот видите, здесь, синеньким, скажем, здесь, вот этот горит сереньким, да, то есть, ну, вот, я вам оставлю комфорт, но вы сами поменяете, когда вам нужно, уже будет на любой другой, этот режим, потом смотрите, вот эта кнопочка есть, она автоматически, смотрите, видите, что это такое, вот эта штука, получается, глушит двигатель в пробке, когда вы находитесь в пробке, вот раз, нажали, вот, включили эту штуку, и мотор заглушится, да, то есть, в принципе, когда вы едете по дороге, вот эту штуку включите в городе, в пробке, когда вы стоите, собственно говоря, он будет вам, вот видите, напоминалочка такая, что он включен, мотор будет глушиться, можно отключить это, вот, вот сейчас отключено, вот сейчас включена эта функция, видите, когда отключена, она вам напоминает, что эта функция отключена, так, давайте дальше пройдемся, здесь, получается у нас включение DVD, все, что связано с мультиками, кино сзади, все, оно управляется отсюда, подлокотники, просто огромных размеров, вот эта подлокотничка, машина очень широкая, ну и тут очень кармашки, супер крутые, как говорится, да, для зарядки, куча, куча всего, розеточек всяких, меню, вот это вот, настоящий металлический, вот этот набалдашник, значит, есть, вот посмотрите, камера, как она работает, вот камера, вот если вы, допустим, едете, допустим, где-то в пробке, вы можете ее включить, камеру принудительно, и видеть, что находится, даже во двор заезжайте, видеть, что находится по бокам, видите, по бокам, спереди, видите, вот смотрите, сейчас показываю, спереди, и круговой обзор, видите, либо только спереди, либо по бокам, то есть, ну как, кому нравится, да, вот, навигация, на показ, где мы находимся, вот у нас, автосалон наборов, бульвар индустриэль, возле 640 магистрали, можно включить подогрев зеркала вот с этой кнопочки, как вы видите, вот он, еще раз хочу сказать, что, вот если вы включите, вот видите, вы можете принудительно включить вентиляцию и подогрев, то есть, вообще отключить, можете автомат, этот, да, и, в принципе, включить подогрев сидения, он трехуровневый, либо вентиляцию, как вам больше нравится, сзади, тоже, в принципе, регулируется это все, ну, сзади тоже есть свой климат-контроль, он трехзонный климат-контроль, можно сделать синхронно это все, допустим, как здесь сделано, видите, синхронно, чтобы везде одинаковая температура была, либо асинхронно, да, каждый сам себе делает, можно отключить компрессор кондиционера, но тогда не будет, вот видите, автомат не будет гореть, либо включить его, вот, собственно говоря, вот эти ручечки все, они очень, кстати, удобные для включения климата, активации климата, у нее музыка просто крутейшая, давайте попробуем, ну, во-первых, выбираешь, откуда хочешь музыку слушать, видите, тут с айпода, откуда хочешь вообще, скажем так, DVD, пятое, десятое, музыка, там, FM, радио, CD, здесь 6 дисков помещается, CD-чейнджер, классная штука, вот видите, можно отключить полностью, вот, либо включить звук, здесь, значит, все, что связано с музыкой, с настройками, можно, скажем так, включить вот эту, видите, настройку, поменять басы, высокие частоты, центр, сабвуфер очень тут у нее мощный, surround музыка есть, короче, она очень навороченная, то есть, очень-очень навороченная, вот, ну, идем дальше, наверное, здесь, значит, смотрите, у нее настройка, ну, во-первых, зеркало, вы обратите внимание, какое зеркало, то есть, у нее нету рамочки, вообще, вот это вот зеркало, то есть, оно на все, получается, вот эту вот, платформочку идет зеркало, свет, везде светодиодный, везде абсолютно, есть, видите, всякие вот эти вот кнопки, помощи, ассист, вы нажали, там, если что, в беду попали, вот, помогут, ответят, это для ворот, значит, это включение света, можно поставить от дверей, либо там, принудительное включение света, это люк, люк у нее, получается, панорамный, панорамной крыши у них не бывает, только вот такой панорамный люк, можно открыть вверх его, видите, ну, можно эту шторочку закрыть, летом, в принципе, так, наверное, будете делать, вот, ну, то есть, здесь, в принципе, я постарался все по максимуму объяснить, может быть, что-то забыл, но вот это вот, я хотел сказать, дерево, вот это, это натуральное дерево, вот это все, представьте себе, сколько тут денег инвестировано, вот в эту машину, со стороны производителя, идем дальше, переходим на заднюю часть, то есть, тоже она очень интересная, сзади тоже, наверное, думаю, всем будет интересно посмотреть, какие у нее есть опции, ну, во-первых, здесь тоже вас встречает накладка Акуры, значит, машина семиместная, еще раз хочу сказать, только у Elite Package, вот эти вот, Elite Package, это самый дорогой пакет, чтобы вы знали, вот эти вот шторочки, есть только у Elite Package, значит, коврики везде резиновые, только у Elite Package, а есть телевизор в потолке, на двух пассажиров, видите, левая и правая сторона, вот эти, один и два, вот пульт, для того, чтобы поменять там громкость, еще что-то сделать, есть наушники, видите, он торчат, скажем, в этом, вот они наушники, ну, кто не знает, кстати, Acura, это тот же концерн Honda, как вот Toyota и Lexus, это одно и то же, вот Honda и Acura, это одно и то же, только Acura, это самый высокий класс, получается, автомобилей, у концерна Honda, вот видите, какая вот штука, такие дистанционные наушники, крутейшие, для того, чтобы, допустим, ваши там пассажиры или дети, извиняюсь, сейчас я поставлю это в куречек аккуратненько, чтобы ничего не потерялось, пардон за скачивающее изображение, но, говорится, приходится это делать самому, смотрите, задний ряд сидений, он двигается, то есть, вот можно, видите, вперед, назад, то есть, сама спинка, она наклоняется, да, то есть, ее можно наклонить, и можно также, если вы, допустим, вот эту подняли вверх, вот эту штучку, да, можно полностью защелкнуть, сложить, скажем так, сделать ровный пол у этой машины, да, то есть, вы, давайте попробую продемонстрировать вам, давайте, чтобы это все-таки, сейчас, вначале, продемонстрирую одну вещь, посмотрите, предположим, ваши дети хотят сесть на задний ряд сидений, да, им достаточно нажать просто вот эту кнопочку, вот эту, все, сиденье отодвинулось, дети становятся вот на вот эту подножку, потом на вот эту, и залазят туда, да, вот, вот, сзади полным, полно места, давайте открою, отсюда открою сейчас багажник, а, нет, надо открыть все-таки с салона, потому что, когда она заведена, или, или в принципе, по-моему, можно открыть, а, нет, все-таки, когда она заведена, не получится открыть, давайте откроем тогда ее, подсюда, чтобы было немножко светлее, я хочу вам показать больше информации, больше деталей, сзади полным, полно места, то есть, для подростков, 15-летних, вообще идеально тут сидеть, просто шикарно, для детей младше, вообще супер, супер цимис, понимаете, когда они, допустим, вы остановились, хотят выйти, им достаточно просто нажать вот эту кнопку, вот изнутри, там, сзади пассажир, нажать кнопку, сиденье также складывается, понимаете, то есть, вот, вот такая вот интересная штука, то есть, вот, вот такой вот шикарный подлокотник, очень крутой, кстати, давайте я сейчас хочу показать, как складывается сиденье, делается ровный пол, сейчас я все-таки его немножко сдвину вперед, то есть, вы нажимаете эту ручку, видите, и вот абсолютно ровное сиденье, заднее то же самое складывается, вот эти подлокотники, подголовники, они закрываются, и вот абсолютно, абсолютно ровный пол, давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит, то есть, смотрите, получается у нас, вот, и вот, видите, что получается, просто огромнейшее пространство, и вы можете перевозить, что вам угодно, да, то есть, вот, одну секунду, сейчас я попробую открыть опять, ну, и то же самое, вот это сиденье, то же самое, значит, смотрите, его можно отодвинуть назад, вот, получается, огромное-огромное пространство здесь, дальше, хотел показать, что только у Elite Package, только у Elite Package, у этой комплектации, есть, задний климат-контроль, и подогрев, задних сидений, трехуровневым, видите, то есть, у всех есть подогрев сидений, и дальше выставляет все градусы, потом дальше, хотел показать еще одну штуку, у нее, розетка есть на 110 вольт, то есть, она в бардачке находится, вы можете заряжать все, что вам тоже будет удобно, классная очень тема, вот этот вот экран, он реально огромный по своим размерам, его можно закрыть, и тогда вообще никому ничего не будет мешать, никакому обзору и так далее, а пульт, ну, в принципе, пульт уже, вот, допустим, если вы нажмете сюда, он вытаскивается, и можно им пользоваться, просто в руках держать, видите, подсветочка светодиодная везде, в общем, так я постарался максимально информативно показать, как сзади вообще пассажирам сидится, и как им вообще вот этим автомобилем пользуются, ну вот, эти шторки, это вообще тоже обалденная тема, сзади она вот посмотрите, какая тоже, если сложить сидение, последний ряд, то место в багажнике просто, ну, скажем так, как в Mercedes GL, много места, если они открыты, то, конечно, поменьше места, но для этого есть, вон, тули, мешайте тулик, и эти там, с семером все вместе отдыхайте куда-то, кнопка багажника, она вот здесь находится, видите, также есть дополнительное отделение для, всяких, скажем так, штучек, вот эта вот крышка, если ее снять, сейчас я вам покажу, да, если ее снять, вот здесь находится, под этой вот билибердой, вот такой, скажем так, болт, для того, чтобы можно было спустить запасное колесо, то есть у нее есть запасное колесо, докатка, но она есть, так, ну, теперь давайте глянем, что здесь творится, тоже вот эти шторки, в салоне, конечно, смотрится очень богато, супер богато, то есть все вот это, не пошарпано, но все как новенькое, обратите внимание, все строчки, вот эти все белые строчки, все, все, ни зацепочек, ничего, ни протертости, все, вот как навье с завода, видите, вот обратите внимание, вот посмотрите, кнопочки, все, 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 как навье какое-то, понимаете, вот получается, для другого пассажира, эти наушники, вот они, коврики, они все формочки, такого, в форме тазика, какого, да, чтобы это снег, вода там не стекали, с ног наковрали, вот, ну и вот спереди, какая она, такая вот интересная, получается, цаца, все пороги мы проклеили, чтобы это все не поцарапалось, когда кто-то что-то садится, и когда уже машину будем отправлять, мы, значит, закроем сидение пленкой, руль тоже пленкой, чтобы это никто не не поцарапал, не испачкал и так далее, вот в этом зеркале то же самое, видите, датчика угла мертвых зон, да, ну и коврики, вот эти оригинальные MDX, посмотрите на состояние сидения, оно все как новое, торпеда, нигде ничего не зацарапано, да, ну и вот здесь регулировка, тоже регулировочка сидений, с подкачкой для спины, вот, собственно говоря, я не знаю, может быть, что-то упустил, но я постарался максимально показать, что по этой машине, какая она крутейшая, она реально очень крутейшая, просто наикрутейший вариант, вот этот вот, Acura MDX Elite Package, ну все, как говорится, фотографии по этой машине вы сможете посмотреть на нашем сайте, kanadakars.biz, и получается, что вот если вы зайдете в наш сайт kanadakars.biz, цены на машины указаны для разных стран, но вот зайдите, посмотрите, в описании написано, какая цена на автомобиль и для какой страны, то есть рубрика авто в наличии, там фотографии по этой машине, больше там 300 фотографий, все детали вы сможете увидеть, посмотреть и, как говорится, быстренько-быстренько принять для себя решение. Машина уникальная по своим свойствам, поторопитесь, посмотрите, если вы ее пропустите, у нас больше таких нет, машина шикарнейшая просто. Ну, все, ждем тогда счастливого обладателя вот этой красотки, желаем вам удачи, ну и ждем ваших звонков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok